Так, что у нас сегодня? Значит, прикупил я сегодня немножко какого-то добреца непонятного. В общем, купил проигрыватель какой-то непонятный, непонятный. Я его еще пока толком не смотрел. К этому проигрыватель шел вот этот замечательный самодельный усилитель. Сейчас мы его все посмотрим. Но сейчас коротко, коротенько прям про новости. Вот возьмем вот этот приборчик. В общем, накупил я тут вам всякого добра, кое-каких интересных динамичков. Думал, сейчас с вами разберем, раскурочим их, померим, посмотрим там. Туда-сюда. Ну, короче, вот этот вот китайский приборчик меня подвел. Меня подвел. В общем, он что-то с ним не то. В общем, сломался. Сломался мой магнитометр. Я вот его, блядь, вместе с вами им три раз попользовался. В коробочку положил. Он пару месяцев там пролежал. Достал, все. Оверрэндж. Ну, он глючит, что со щупом, без щупа. Щуп вставляешь, просто показывает нули. Короче, не работает. Ну, все. Я написал в магазин. Ну, что-то это, я думаю, это надолго. Не стал пока разбирать. Возможно, его как-то легко отремонтировать. Динамички я купил, блядь, мое почтение. Ну, сейчас покажу вам один. Давно что-то хотел. Давно что-то хотел. Смотрите, замечательно. Это Тесла 9408-04. Магнит тут, ребята. Мое почтение, я вам скажу. Прям вот, знаете, вот прям... Прям очень душевно. Ебать прям. Ну, очень хорошо. Очень хорошо. Так как магнитометр сломан, так что только ручным магнитометром. Бля, ребята, я хочу сказать, очень мощно, очень тяжело оторвать. Тяжело оторвать. Я что-то думаю, тут что-то прилично должно быть в зазоре. Думаю, тут... Ну, по ощущениям, по ощущениям, наверное, 1.3, 1.3, возможно, 1.4 прям будет. Вот прям проверим. Вот у меня набита уже рука. Прям проверим. Вот прибор подчинится. Проверим. Так что... Ну, в общем, ждем. Тут много чего интересного будет. Так что... Вот так вот. Ну, и еще быстренько по новостям пробежимся, так сказать. Вот, смотрите, какая красота. Мне выточили. Маленькую шпульку. Помните, я говорил, что я хочу одну скорость убрать. Вот мне убрали одну скорость. Вот такая вот малепухонькая шпулька получилась. Красивенькая. На 60 Гц. Ну, это будет отдельная серия по Гейтсу. Едут там одни койки запчасти. Что-то с... Что-то с роликом там какая-то заминка непонятная. Ну, ладно, с этим разберемся. Все равно еще не скоро будет... Тонар не скоро будет готов. Ну, думаю, в следующей серии уже запустим. Уже запустим Гейтс, послушаем. Ну, и вот такая замечательная ручка передач тоже. Дедок мне подал идею сделать ее из нержавейки. Что-то какая-то то ли не ржавейка хреновая получилась, то ли у детка. Резаки фиговые. Ну, фигня. Так, потом еще все по красоте переделается на первое время. В общем, посмотрим. Так, а что у нас здесь? Ну, усилитель я, конечно, уже открывал. Он самодельный. Ну, выглядит прям, я хочу вам сказать, знаете, весит, я не знаю, 100 килограмм. Тут смотрите, как все устроено. Тут даже в отдельном экранируемом, экранирующем кожухе предусилитель, стерео. Тут как-то все так сделано. Блядь, ребята, знаете, ну, прям неплохо, неплохо. Выглядит, знаете, прям, хоть это видно, что самоделка, но, возможно, какая-то, может быть, какая-то мелкосерийная была. Фиг его знает. Тут, как вы видите, нету, видно, одного канала, двух транзисторов нету. Кабельочки вот так вот. Ну, судя по тому, что они тут заизолированы, я думаю, он включался без, уже без, работал в одном канале. Тут вот, кстати, я сначала думал, что это за провода идут, но потом понял, что это вот, судя по их длине, это, наверное, питание как раз отключено с одного канала. В общем, сейчас запустим, надеюсь, все тут не ебнет, и посмотрим, что тут у нас. Рабочий он, че нет, че да, че нет, че шо. Что-то я тут навертел. Сейчас будем попробовать, подключил, короче, к динамику, которой не жалко. Сейчас будем пробовать врубать. Пробовать врубать будем, конечно, через латрик. Так, короче, вроде че-то работает, напряжение есть, динамик зудит, а че-то на входы, на входа че-то вообще никак не реагирует. Че-то, да я и когда пытался, я сначала когда искал, где тут входы, как-то куда-то идет, там, че-то пробовал прозвонить, тыкал-тыкал, а ничего и не натыкал, короче. Короче, какая-то ерунда. Хрен узнать даже, что с ним делать, блядь. В общем, это не самое интересное, что я сегодня вам хотел показать. Какая-то некая такая хрень самодельная. В общем, фиг с ним. Короче, вот ради чего мы сегодня собрались. Вот так. У меня же теперь канал практически виниловый. Вот, купил я все это, вот это все добро, с усилителем шло вот с этой ерундой. Это нечто какой-то, блядь, проигрыватель. Я, честно говоря, когда увидел его тонар, я так сразу понял, что это что-то, что-то, это что-то такое, что-то это интересное. Потому что, ну, вообще не помню, ну, в советских я такого не видел. Нигде, ничего подобного. Двигается грузик, все серьезно. Немножко похож на какой-то Philips, даже за трой, я даже не знаю, я даже ее еще не открывал. Нигде никаких маркировок нет. Нигде никаких нет маркировок. Так это все тут добро выглядит. В общем, в общем, будем сейчас открывать. Ну, как-то, вроде не похоже на самодельно. Вот эта штука, панель, я даже не знаю, он там движок, видно, видно он, видно он, в общем сейчас. Я вот отвечаю, я не открывал специально, думаю, блин, со своими, все для своих любимых подписчиков, думаю, только с ними буду открывать. Хотя, вчера чуть не сгорел от любопытства, что это вообще за хрень. Так, я вообще даже, там что-то все серьезно, богатишки, хочу вам сказать. Там все серьезно. Аппарат там серьезно, знаете, как это все. как-то это все надо. Ага, ага. Так. Весит он, конечно, полтонны. Даже предположить не могу, что это. Это конструкция, ребята, конструкция, хочу сказать, посмотри, тут все, тут кусок, просто, вибро-развязка есть, тут огромный толстенный кусок какого-то металла, блядь, стали. Ребята, я такого никогда не видал. Я такого никогда не видал. это короче, это короче, ребята, я не знаю, что это за материал. Алюминий, что ли? но это явно какая-то хрень самодельная, явно. Явно самодельная хрень. Все, иди нахер. О, блядь. Стоять, стоять, стоять. Посмотрите на эту конструкцию. Посмотрите, какая тут конструкция. Кстати, выработка на нем есть. Значит, он все-таки работал. Бать, я тут думал, игрушка. Ребята, тут серьезно такое, блядь, это проигрыватель просто по какой-то из постапокалиптической, блядь, реальности, нафиг, сумрачный гений. Это, блядь, на виборазвязке тут все. Тут все серьезно. Что это за крышечка? Блядь, просто на это посмотрите. Пока здесь все устроено. короче, какие-то прокладки, типа, типа ткань, шуль какая-то. Микролифт абсолютно убийственный, нафиг. Это все типа виброразвязка. Тонарм, я хер его знать, что это такое. Ну, судя по всему, это все конечно постапокалиптическая сумрачность. Просто по-другому не скажешь. я говорю, он весит, он весит херову тонну. Диск, ну, такой тяжеленький, килограмма два весит. Только, знаете что, мне кажется, это не весь диск. судя по всему, я думаю, знаете, тут, наверное, хотя, ну, звук есть, но это надо смазать. У меня такое чувство, хотя, ну, я не думаю, что настолько это все продвинуто было. Может быть, тут вторую, знаете, как есть, такой еще вот сейчас, знаете, как есть, это типа субдиск, еще был диск. Вот так он сюда, не, хотя здесь крутится вот по этой штуке, да, я так понимаю, тут шпуля, тут шпуля, наверное, там на две скорости перекидывается диск. Вот это, наверное, дверка сделана, чтобы перекидывать скорость. Значит, за нижнюю вот так он вращался. Тут сверху мог еще диск лежать. Тут сверху еще мог диск лежать. Чидачи, не чешу. Так, у меня же теперь куча крутых смазок. У меня же, блядь, у меня же тут, ебать, теперь куча, куча у меня теперь проигрывать, держи, так что я тут с масками, блядь, элитными подзатарился, так сказать. ну тихо, очень тихо. там еще шарик, по-моему, немножко ржавый. Я думаю, если его поменять, ну, намного тише моего гейца. блядь, вот это я купил по приколу, в общем, вещь. Я вам честно скажу, вот я, вот это все, мне обошлось в полторы тысячи рублей. Ребята, в полторы тысячи рублей. Тут цвет мета. Да, я так и сразу подумал. Думаю, тут цвет мета будет дороже. Знаете, я вот честно вам скажу, давно понял такую вещь. Вот если видите какую-то непонятную хрень, всегда смотрите на Тонарм. Там я увидел это объявление на Авито. Вообще, там такая еще фотка, знаете, вот как будто украли, бежали, как-то сфоткали. Ничего не понятно, что это. Но там видно было Тонарм. Я по Тонарму сразу понял, тут что-то здесь не так. Что-то Тонарм тут какой-то мудренный, интересный. Думаю, надо брать. Просто ради интереса. Просто ради интереса. Блин, ну тут такой механизм, мое почтение. Диск маленький, единственный косяк диск. Но у меня прям такое ощущение есть, что здесь был еще, вот сюда надевался еще, тут прям для этого сделано. Мне кажется, здесь был еще этот диск дополнительный. Бабать, шо здесь, шо это такое? Это как-то, короче, двигатель. Типка D2U6 ватт, 127 вольт, 127 вольт, 127 вольт. А вот эта хрень, хоть и железо, но она пустая, тут нет ничего. Походу, я так смотрю, здесь были какие-то, здесь были какие-то, походу, веревочки. Вот он висел, вот так вот, на этих веревках. Вот видите, вот здесь торчит, вот здесь крепится, вот эта веревочка, и сюда, и вот он так подвешен был на них. Тут трансформатор, значит, все-таки, наверное, на 220 можно включать. Это блок питания, но здесь, здесь по-любому корректор. Но это по-любому самодельно, он по-любому самодельно, потому что вообще нигде никаких нету. И вот эти штуки очень похожи, как в том усилителе были. Вот эти проводки, плюс-минус, все очень похоже. То есть, это какой-то чувак, когда-то делал себе проигрыватель. Ну да, здесь корректор. Здесь корректор. Ничего удивительного. Так, какой 79, 79, 79, 78. 78. Ну, короче, тут 82 год, да? Ну, в общем, середина 80-х. В общем, середина 80-х. Все это дело. Так, короче. Короче, двигатель не запускается. двигатель тут, что-то он вообще мертвый. я провернуть его не могу. Провернуть его. Ого. Провернулся, блядь. Ага. Нихуяся, блядь. работает опять же, тише, чем, но работает тихо, как вы сами, вот эта хрень жужжит сильнее. Работает прям, вот если взять вот так, на пружинках, то прям хорошо, не чувствуется. хер раз я купил себе проигрыватель, представляете, а? Смотрите, если проигрыватель купил, блин, крутой, самодельный, пасековый проигрыватель. Теперь у меня, у меня теперь 4 проигрывателя. Ленка, два роликовых, Ленка, Гейтс, прямоприводная Ямаха, и теперь вот самопальный, сумеречный, постапокалиптический, пасек. Можете себе такое представить? Я вот себе пока не могу это представить. Пасек. А не, судя, короче, судя по тому, что вот видите, вот ту площадку, да, вот тот диск, который как бы там второй, вот эта вот декоративная панель накрывает. То есть, если бы, допустим, здесь еще один диск был, но я тут вообще нигде от него следов не вижу, наверное, все-таки это я уже слишком хорошо думаю об этой вещи, но его же можно сделать, если прям упороться, взять, заказать вот эту алюминиевую, нарастить, вот так вот сажать, ну вот эту хрень разобрать. Не, я, короче, конечно, когда увидел это объявление, я думал, что это будет интересный контент, но не настолько, слушайте, прям довольно-таки забавный, слушайте, я в шоке. Это реально прям какой-то аппарат. Блять, ну сделано все внешне так, что, блин, ну почти завод, только нигде никаких, вот эта панель вообще верхняя, слушай, алюминька, алюминька, вообще сделано, слушайте, ну мое почтение, а, мое почтение, слушайте, с этим аппаратом придется, со временем тоже, конечно, повозиться, повозиться, опять и кнопочка такая, прям, я что-то сначала думал, какой-то Филлипс, знаете, такой издали беленький, вот у Филлипсов такие похожие тонармы, были, я сначала думал Филлипс, ну вообще нифига самоделка, блять, так что хера знаете, ребята, что-то с этим надо будет делать потом, по приколу, конечно, ладно, все, на сегодня хватит, полюбовались, хер знает, ну, что-нибудь когда-нибудь, попробую его запустить, попробую запустить, до новых, как говорится, встреч, субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok